Это программа Актуальное интервью. Меня зовут Мария Владимирова. Здравствуйте. Я приветствую гостя студии. Сегодня это депутат Государственной Думы от Ненецкого автономного округа Сергей Коткин. Сергей Николаевич, здравствуйте. Здравствуйте, Маша. Здравствуйте, уважаемые телезрители. Приятно вас вновь видеть в этой телестудии. У нас накопилось много вопросов для обсуждения. Прошел месяц с того самого момента, когда мы с вами последний раз здесь общались. Расскажите, пожалуйста, Сергей Николаевич, что удалось сделать за этот период? Вы знаете, мы говорили уже на прошлых встречах о том, что мы приняли решение в Государственной Думе о том, что последняя неделя месяца, это неделя региональная, когда депутаты Государственной Думы выезжают в свои регионы, встречаются с избирателями, встречаются с коллективами для того, чтобы сверить, насколько верно, в верном направлении мы идем. Те проекты законов, которые мы обсуждаем, насколько они отвечают чаяниям жителей Нениско-автономного округа, жителям Российской Федерации. И я вам могу сказать, что вот, я думаю, об этом еще не коснемся, обговорим, что вот эти после приезда с такой региональной недели у нас очень бурное обсуждение происходит в нашей фракции, где мы, те проекты законов, которые были приняты в первом чтении, мы вносим поправки, поправки очень существенны по итогам встреч вот с жителями, в том числе Нениско-автономного округа. Но если вот так, сразу навскидку, чтобы я отметил, наверное, вот, что касается жителей Нениско-автономного округа, ну, прежде всего, принято за вот эти три недели порядка двухсот проектов законов в первом, во втором окончательном чтении много законов принято. Хочу доложить жителям округа о том, что во втором чтении у нас принята инициатива окружного собрания депутата, это помолочен по правам человека, впереди у нас предстоит третье чтение. Кроме того, мы приняли решение о том, что постановление правительства, когда у нас выступают профильные министры и правительство, отчитывается по итогам своей деятельности. Если раньше это был просто этот отчет, мы говорили вам спасибо, что вы выступили перед нами, вы проинформировали, как вы работаете, и в итоге был такой, ну, по сути дела, холостой выстрел. На сегодня принято решение в регламенте Государственной Думы о том, что после выступления, заслушания того или иного профильного министра, у нас готовится постановление с оценкой работы этого министерства и тех рекомендаций, которые дает Государственная Дума. Кстати, первое, это было именно по нашему комитету, по заслушиванию министра по Дальнему Востоку, и наш комитет, профильный комитет по региональной политике Северу и Дальнему Востоку, как раз вот это постановление мы разрабатывали первый. Блин, он прошел никомом, очень бурно было обсуждение, сейчас это пошло, вот крайне, это было министра обороны, мы заслушивали Шойгу. Мы внесли изменения в федеральный закон о счетной палате Российской Федерации, причем эти изменения направлены на усиление контрольных функций счетной палаты, именно аналитическую ее работу. И прежде всего, это не проверку бюджетов субъектов Российской Федерации, небюджетных фондов Российской Федерации, с тем, чтобы то финансирование, которое сегодня идет с федерального бюджета, все региональные бюджеты, они, в общем-то, будут под контрольной счетной палатой. Более того, по небюджетным фондам Российской Федерации, раз в квартал счетная палата будет предоставлять аналитическую информацию о том, каким образом ведется работа по этим фондам. Кроме того, мы внесли изменения в бюджетный кодекс, в налоговый кодекс изменений, внесены в бюджетный кодекс, но прежде всего, наверное, это то, что те дотации, которые сегодня федеральный центр направляет на выравнивание бюджетной обеспеченности, у нас была практика, когда если не выполняются эти обязательства в субъекте, по вине чиновника, по вине конкретных лиц, от этого страдают жители того или иного субъекта, поэтому принято решение, мы запретили Министерству финансов сокращать это финансирование или не финансировать. В любом случае, освоенные, не освоенные эти деньги, в любом случае, Министерство финансов будет обязана эти средства направлять в субъекты Российской Федерации. Вот не знаю, не помню, мы говорили или нет, о том, что ко мне было обращение от наших спасателей, от наших спасателей о том, что они находятся в не в равных условиях с центром МЧС, и те, которые находятся на уровне нашего местного управления спасателей. Речь шла о том, что выполняет одни и те же функции, выполняет одни и те же задачи, на пенсию выходят те спасатели, которые работают в центре МЧС в системе Министерства по чрезвычайным ситуациям, они на пенсию выходят раньше и находятся в более льготных таких условиях. Значит, мной был подготовлен запрос, соответствующий запрос, кстати, заключение подготовили наши экспертные права управления, собрание депутатов, мы посмотрели решение Конституционного суда, так вот, по определению Конституционного суда Российской Федерации, как раз они говорят о том, что они все-таки находятся несколько в разных положениях, которые находятся в системе местного самоуправления региона и которые в системе МЧС. Ну, к примеру, если они находятся в системе МЧС, то они по тревоге в любой момент их могут поднять и закинуть в любую точку мира. В любую точку мира спасатели, которые находятся в органах местного управления, они уже могут выбирать, поехать туда или не поехать. То есть разница есть, она существенная. Я доложил об этом губернатору округа, мы с Игорем Викторовичем эту проблему обсудили, и принято решение, что сейчас мы подготовим письмо на уровень нашего отдела здесь регионального департамента, и будем решать на местном уровне, потому что на местном уровне принять это решение можно. Какие-то доплаты осуществлять, потому что, ну, по сути дела, действительно работа у них, если не выезжать за пределы Российской Федерации, то нагрузка, ответственность, риск для жизни, он практически один. Поэтому мы осудили, мы посмотрим по возможностям бюджета, такую возможность будем рассматривать, поддерживать их уже на местном уровне. Кроме этого, мы говорили по врачам скорой помощи, те, что машины много сегодня говорят о том, что не пропускают и прочее, мы приняли изменения в кодекс по административным правонарушениям и усилили штрафы, те за вождение, те машины, которые не пропускают специализированный транспорт, в том числе и машины скорой помощи. Ну и те водители, которые лихачат на дороге, перестраиваются, нарушают вот это правило движения за счет так называемых лихачеств, когда они подсекают, подрезаются. Опасное вождение. Опасное вождение, да. Штраф на сегодня составит это 5000 рублей. Ну и ряд проектов законов, которые, законы, которые мы приняли, которые касаются непосредственно жителей Ниницко-автономного округа. Сергей Николаевич, в принятии того или иного решения предшествует огромная работа. Вот хочется поговорить о так называемой кухне. Когда снова ввели депутатов-одномандатников, говорили, что это позволит слышать мнение с мест, с регионов. Вот расскажите, действительно ли такая работа ведется, действительно ли удается депутату-одномандатнику продвигать инициативы? Значит, ну, поначалу, когда пришел в Думу, некоторое такое разочарование было. Думаю, все-таки 450 человек услышат ли голос депутата с территории, тем более одного депутата от территории. Но вот работая во фракции «Наша Единая Россия», которая большинство фракций в Государственной Думе, вот я сейчас со всей ответственностью могу вам доложить, и некое такое есть удовлетворение о том, что все-таки голос слышат. Прежде всего, никогда такого не было. При обсуждении вопросов, которые действительно важны с точки зрения социальной составляющей, экономики, коррупции, за все что угодно. Если эти вопросы требуют обсуждения, детального проговора со всеми членами фракции, мы проводим заседание отдельно фракционное, приглашаем того или иного профильного министра, вплоть до того, что приглашаем председателя правительства, и все эти вопросы подробно обсуждаем. Причем каждому депутату дано право задать вопрос как устно, так и письменно, и в обязательном порядке на все вопросы мы получаем ответы, то ли в устной форме, то ли в письменной. Более того, сейчас, три дня назад, получил документ, когда аппарат фракции просит дать мнение, насколько качественно они отвечают на ваш поставленный запрос. И как он решен? Решен этот вопрос, и не решен для того, чтобы проанализировать, не просто задавать вопрос этому иному министру, а что именно делается по задаваемым вопросам. Кроме того, принято и принято решение, что если я вношу законодательную инициативу, чтобы это было не в холостую, ну понятно, депутат вносит инициативу, ее отклоняют его же коллеги, это и по авторитету депутата, бьет ее перед жителями того или иного субъекта, депутат смотрится, внос депутат, вносит инициативу, а на нее не реагирует. Поэтому мы приняли решение, мы обсуждаем ее на экспертном совете, создан экспертный совет, обсуждаем инициативу, которую планирует внести депутат, если она действительно актуальна, уже просчитывают экономисты, юристы Государственной Думы, общее мнение спрашивается по регионам, тех депутатов, которые, допустим, если арктическая зона приглашается, депутаты с Арктики, и вот по направлениям работы, и вносится инициатива, и она принимается. То есть вот это уже плюс, на мой взгляд. Кроме того, я сказал, что по каждому выступлению председателя правительства готовится конкретное постановление. Кроме того, мы приняли в регламент изменения, кстати, и здесь тоже, на уровне даже местном, когда я работал здесь, собрание депутатов, мы это ощущал и чувствовал, но не нашли выхода. Тоже же заслушаем профиль департаментов руководителя, а конкретных постановлений, собрания депутатов с конкретными рекомендациями, чтобы мы хотели, чтобы это было, в виде постановления должно быть и оценка работы его, и конкретные замечания, предложения, и что бы нужно сделать. Кроме того, особенно речь, если идет по финансам, финансовые такие, бюджетный кодекс изменим, налоговый кодекс, бюджет, когда принимаем, есть факты, когда правительство, мы принимаем закон уже в третьем чтении, а потом он не работает. Кстати, и здесь тоже самое. Закон принят, под нормативный акт какой-то механизм его реализации, порядок, условно говоря, был у нас закон по дровам коренных молодчисленных народов Севера, порядка нету. Принимаем закон, а порядок, он еще месяц, два и три тянется, и он не принимается. Поэтому сейчас приняли решение, что на третье чтение, в окончательном, когда мы принимаем закон, в обязательном порядке правительство должно представить все нормативные акты по реализации данного закона. В противном случае он просто-напросто приниматься не будет. Вот эти моменты тоже, на мой взгляд, и вот сейчас, когда зашло 50% одномандатников, причем люди зашли с регионов, достаточно опытные, там порядка, наверное, более 20 депутатов, которые у нас, только вот наши фракции, они мэры городов. Опыт огромный, и вот поначалу, если это было невидное непонимание, то вот уже с некоторым таким уже опытом видишь, где у нас проваливается, где не реализуется, где не получается. И вот плюс то, что когда депутат высказывает, что вот его мнение не услышано, у меня, кстати, были моменты, когда я задавал вопросы, они не вошли в итоговые документы. Я поднял вопрос нашей фракции, что я задавал вопросы, почему нет, но мне ответили в том, в плане, что этот вопрос переплетается с другим депутатом. Чтобы этого не было, мы просто взяли вопрос того депутата, вы же получили ответ, в принципе, получил. Но мой вопрос не прозвучал как таковой. Тут я думаю, что вполне реально это самое, но тем не менее, вот то, что депутат поднимает вопросы, и такая реакция, и то, что они потом разбираются, выясняют, вот это действительно есть. И я думаю, что те проблемы, которые имеют место в регионе, в том или ином, решать на самом деле можно. Конечно, проще, когда депутатов много, поддельных субъектов, там по 10 депутатов, им проще, они блоком идут. Но, к сожалению, Матвей Михайлович у нас по спискам чуть-чуть не хватило, наша партия немного не добрала. Для усиления, да? Немного бы не добрала, потому что для усиления это очень важно. Один голос, это один, когда идут команды, это видно, это всегда чувствуется. Поэтому приходится объединяться к тем регионам, которые схожи с нашими субъектами, территориальными проблемами. Поэтому, ну и кроме того, сейчас принято решение, вот пришло письмо постановления Госдумы, благодарственные письма, значит, депутаты имеют право отметить работников, работников, жителей Нениско-автономного круга, которые себя зарекомендовали в работе, в учебе, вот такими благодарственными письмами депутата Государственной Думы. Это тоже, на мой взгляд, плюс, то, что положительно тоже нужно отмечать, добрые слова нужно говорить, и это правильно. Вот Государственный Дум постоянно ведет какую-то организационную работу, что-то меняется, что-то улучшается, да, вот в целом, как бы могли оценить, как выстроена вот эта организационная работа в Государственной Думе? Есть какие-то нарекания, пожелания? Значит, там, и вот я повторюсь, что вот, с точки зрения организации, она довольно, достаточно мобильна, мобильна, и решение принимается очень оперативно. Вплоть до того, что, помните, там, когда депутат говорил о том, что мы работаем допоздна, там, надо мужу ужин готовить, вы что тут нас держите, мужа же готовить надо. С тех пор ничего не изменилось. помещение маленькое, оно действительно там с госплана, с какого-то там, узенькие коридоры, там Жириновский, если идет по трибуне выступать, то кто-то, если там стоил, он пройти не может, он молчит и стоит, ждет, ни слова не говоря, когда, значит, освободят. Очень тесно, очень тесно, между рядами очень тесно, помещение очень душно, на самом деле, почему вот, и возмущались. Кабинеты очень маленькие, у меня кабинет 15 квадратных метров, все это вместе с помощником, причем сижу в одном кабинете. Если какие-то там совещания провожу, сесть практически негде. На самом деле это так, помощник практически выходит, где-то в коридоре, приходится работать вот на площадках, на других. Поэтому сейчас принято решение, вот говорят на майские, когда у нас, мы же приняли решение, что в июле отдыхать не будем, в мае дадут несколько дней, а июль весь работаем. Потому что 2020 проектов законов еще не принятых, десятилетия, которые лежат в Государственной Думе, сейчас это все нужно разгребать. Поэтому практически без выходных, без проходных, без отпусков. И нам обещают, что в мае они там что-то с помещением, немножко-немножко вентиляцию сделают, там кондиционеры поставят другие, наверное. Ну, зато теперь все будут понимать, что депутаты Государственной Думы работают в достаточно жестких условиях и в жестком ритме. Сергей Николаевич, вот хотелось бы вернуться к законопроектам. 9 февраля депутаты Государственной Думы приняли проект закона, согласно которому приватизация в Российской Федерации стала бессрочной. Вот в прошлую программу мы еще с вами обсуждали возможность такого решения, и тут оно вот состоялось. Почему? Ну, вот в прошлый раз, когда мы встречались, мы говорили о том, что в первом чтении мы приняли закон о приватизации, причем как бы ее завершили первым марта 2018 года, оставили только три категории мы тогда. Это Крым, Севастополь, это сироты и те, кто проживает в... Общежитие. Да, 1 марта 2017 года. Но вот когда мы побывали в регионах, когда мы вернулись с регионов, несколько тысяч жителей Российской Федерации обратились к депутатам, у меня было два человека на приеме таких, которые просили продлить приватизацию. Причем мотивация была самая различная. Это плюс еще общежитие, те, которые в общежитиях сейчас проживают и прочее. И вот то, что я говорил, повторюсь, мы вернулись с территории, когда обсуждали между первым и вторым чтением вот те пожелания жителей и государства, и жителей Нениска, автономного округа, в том числе, потому что нас запросили, сколько было человек на приеме, сколько обратилось с просьбой сделать приватизацию, продлить ее на несколько лет. Мы вышли с предложением ее продлить на несколько лет, но президент принял решение сделать ее бессрочной. Поэтому уже в окончательном варианте закон принят, приватизация будет у нас бессрочной. Еще один проект, который сейчас рассматривают, уже начали рассматривать депутаты Государственной Думы, это обновленная программа социально-экономического развития арктической территории до 2020 года. Вот хотелось бы услышать от вас, какая она эта программа, отвечает ли она требованиями, есть ли там присутствует наш Нинский автономный округ, потому что мы, как никто другой, заинтересованы в такой программе. Вот все, что касается Арктики и Севера, я все время, меня вот внутренне подталкивает меня выступить, и выступить достаточно жестко. Но опытные коллеги мне подсказывают, в том числе Игорь Викторович, зная меня, зная меня, значит, будь осторожен, значит, сначала все взвешивай, и действительно нужно делать так на уровне Государственной Думы, поскольку, сколько примеров уже, когда там у нас выступает, потом это в средствах массовой информации, не отмоешься, как у нас в народе говорят. А вопросов очень много, на самом деле, я уже такую готовлю аналитическую записку, программа поступила до 2020 года и на ближайшую перспективу по развитию Арктической зоны Российской Федерации. Вопросов больше, чем ответов. На самом деле, я ее прочитал внимательно, там семь подпрограмм по развитию Арктической зоны России, семь подпрограмм, это и, есть и социальный блок по коренным малочисленным народам Севера, это и технологии, это производство, это транспортная составляющая, но первое впечатление, это то, что писали ее, но не в тишине московских кабинетов, потому что тишина тут безмолвная в Арктике, а там в шумных московских кабинетах ее писали, и она, конечно, не отряжает реалии тех проблем, которые имеют место в Арктике. К примеру, несколько буквально фактов, это много говорится о развитии ледокольного флота, говорится о болотной технике, даже проходимое, что нужно развивать, экология, все, но абсолютно нет развития малой авиации. То, что у нас большая проблема в целом, мы единственные наши, это на Ринмарске предприятие, которое эксплуатирует самолеты, Ан-2 и ТВС, которые сейчас закупили два, и второе, Архангельское предприятие. Все остальные арктические территории возят пассажиров вертолетами. Сегодня замены самолету Ан-2 практически нету. И на работах в этом плане у нас, ну, ТВС хвалит, неплохой самолет, по крайней мере, сколько мы работаем, действительно, плюс. Но, если правительство поддерживает по лизингу приобретать воздушные суда, самолеты, по становлению правительства, то вертолеты не отнесены к пассажирскому классу. А отнесены, значит, приобретать вертолеты сейчас, когда срок эксплуатации вертолета Ми-8 35 лет. Они все уже вот где-то до 90-х годов. У нас через 10 лет, через 5-10 лет не будет самолетов вертолета парка. Не только у нас, в целом по Российской Федерации и по арктическим территориям. Благо, спасибо нашему предприятию и исполнительной власти окружной и окружному собранию о том, что мы поддерживаем наше предприятие. Мы закупили вот один вертолет, два самолета закупили. Сейчас по санавиации якобы вертолет будет. Но, тем не менее, нефтяные компании, Роснефть, Лукойл, ну, Лукойл, а свой плак, Роснефть ставит условия. Срок эксплуатации вертолета должен быть, условно говоря, не более 5 лет. Все. В результате мы отпадаем, мы неконкурентно способны, выходит ЮТР, фирма уже. То есть, все это логично понятно. В целом, серьезнейшая проблема, которую нужно решать. В этой программе ни слова, они абсолютно нет. Есть там раздел по органам полиции, о том, обеспечении, безопасности, в целом по арктической территории. Но ничего не сказано о транспортной прокуратуре, не о транспортной прокуратуре, а об экологической прокуратуре. С точки зрения защиты экологии, прокурорские реагирования. Вот здесь наш прокурор, Николай Валентинович, эту проблему ставит перед генеральной прокуратурой, о том, что эта прокуратура должна быть арктическая. Проблем очень много. И вот, да все, что угодно. Я могу перечислять, нам не хватит и часа, и двух по тем проблемам, по тем мыслям, которые есть именно по этой программе. 9 марта мы ее будем обсуждать, мы получим предложение здесь, территории, будем вносить свои предложения и добиваться того, чтобы, я думаю, меня коллеги, все депутаты с арктических территорий безусловно меня поддержат. Безусловно поддержат, потому что ее нужно дорабатывать и дорабатывать очень основательно. Потому что там и средства колоссальные предполагаются почти 219 миллиардов рублей на реализацию программы. Средствам отдельный вопрос. Вот они закладывают на 2017 год порядка 13 миллиардов рублей. А где эти деньги? Где источник финансирования? Источников не обозначено. Сегодня у нас уже март месяц. Мы ее в марте обсудим, вынесем на лендарное заседание, пообсуждаем, где деньги в 2017 году. Такое ощущение, что мы ее написали только потому, что было решение вот этой комиссии арктической, было решение правительства, президента, о том, что это нужно сделать, абы как ее составили. Я уже не говорю о рыбодобыче, которая у нас постоянно проблема. Я уже не говорю об охоте, вот эти все моменты, которые нам нужно решать. Я уже не говорю изменений вводных кодекс, которые нам нужно делать. И вообще, я думаю, что буду предлагать на профильной комиссии создать рабочую группу в Госдуме по внесению изменений по всему законодательству, которое касается Арктики. Потому что это нужно делать. К примеру, еще один пример проведу. Сейчас система по оружию, закон об оружии, у нас оборот оружия, приобретение, лицензии, продление разрешения было всегда, полиция занималась, участковые у нас проверяли, насилие. Сейчас это передано в Национальную гвардию, в Росгвардию. А где у нас в населенных пунктах это Росгвардия? Опять нестыковка. И вот таких нестыковок сегодня у нас плуше рядом. Все, что касается Арктической зоны. Поэтому здесь надо вплотную садиться по всем законам, федеральным законодательству и на местном уровне и переводить ее в соответствие. Тем более, что есть общее понимание о том, что территорию развивать... Кстати, одна из опорных зон это Ненецкая. Это Ненецкая зона. Их 8 опорных зон, которые будут предусмотрены законом об Арктической зоне Российской Федерации, который тоже, кстати, еще не внесен и очень много вопросов. И плюс то, что Ненецкая зона опорная будет. Это опорная зона развития Ненецко-автономного округа. Вот вопрос о Арктике уже в ближайшее время. В этом месяце, в марте, будут обсуждать в Архангельске на международном арктическом форуме Арктика-территория диалога. Планируете вы, в нем участие в этом форуме? Значит, очень хотел бы принять в нем участие, но там и далее от Думы форум большой, будет первое лицо, президент России участвовать. Более двух тысяч будет участников этого форума. От Думы разнарядка только 10 депутатов. Навряд ли мне удастся туда вклиниться. Но тем не менее, я переговорил с Артуром Николаевичем Черенгаром, который формирует эти списки. для участия в форуме. И он мне в любом случае, буду я включен официально или не буду включен официально в делегацию от Государственной Думы, приглашение он мне подготовил, и я смогу принять участие в работе вот этого форума. Не знаю, удастся ли на участие в совещании, где будет президент, поскольку там мы понимаем, там несколько другой уровень пропускного и прочее. Но во всех площадках, которые будут обсуждены, проблематики арктической, я планирую принять участие. Я думаю, что будет делегация от округа у нас. Почему? Потому что у нас Игорь Викторович уже мне дал документ, где мы хотим в резолюции, чтобы вот этого арктического форума попали наши предложения от НИИ. Я уже часть их обозначил. Это изменения вводный кодекс, федеральный закон надо вносить изменения, это изменения в ряд постановлений правительств, это изменения вот то, что я сказал, Росгвардии, это и тоже сам по авиации. У нас подготовлен пакет документов для того, чтобы наши предложения вошли в резолюции вот этого очень серьезного на наш город форума. Сергей Николаевич, хотелось бы поговорить с вами еще о таком вопросе, который сейчас активно обсуждается, это трудовое воспитание детей. Вот поступал ли какой-то уже проект закона в Государственную Думу, согласно которому школьникам наконец-таки опять разрешат не просто приходить учиться, хотя бы элементарно вытирать доску и работать на приусадебных хозяйствах. Я считаю, что это только плюс. Хотелось бы ваше мнение услышать по этому поводу. Вы вспоминаете школу, да? Да, с ностальгией. Красили школы, убирали участки вокруг школы и на сенокосы участвовали на сенокосах, помогали колхозам. Вспоминаешь, такое с ностальгией приятное, да? Но это не только приятно, это архиважно. На самом деле приучать к труду, именно вот начиная со школьного возраста. Причем иногда это с точки зрения даже разума не объяснишь, где, когда вот этот труд, он выстрелит в положительном смысле в ходе развития человека, полезность труда на самом деле. Инициатива впервые была, насколько мне известно, от Алтая. В 2015 году, когда они предложили внести изменения в закон об образовании, ввести понятие трудовое воспитание, сегодня в законе образования федеральном нет понятия трудовое воспитание. В 2015 году Госдума его рассмотрела, вернула его на доработку. И вот сейчас на самых различных площадках, в том числе, когда мы встречаемся на площадках, когда проводит у нас Единая Россия, когда встречаемся с профильными министрами, этот вопрос постоянно задается, постоянно. Сколько я не участвовал в этих мероприятиях, не было ни одного, что мы не поднимали вопрос с мест по трудовому воспитанию. В результате, в прошлом году, в ноябре, да, в ноябре прошлого года было заседание профильного комитета Госдумы по образованию науки, Новиков, Слав Алексеевич, и этот вопрос был очень предметно подробно обсужден. В результате принято решение, принято решение комитета, оно рекомендует правительству, министерству образования науки Российской Федерации, субъектам Российской Федерации, дать предложение по внесению поправок в федеральный закон об образовании. С тем, чтобы это понятие в закон вошло и проработать, каким образом, как это у нас будет все смотреться. Я думаю, что, по крайней мере, насколько мне известно, общаясь с коллегами с комитета по образованию науки, где-то вот весеннюю сессию, это может быть март-апрель, поправки в этот закон будут внесены. И я думаю, что то, что мы с вами говорим, трудовое воспитание вновь появится у нас в наших программах, школьных программах, и мы это все увидим, и это будет здорово, на мой взгляд. Может быть, наши школьники не очень обрадуются, но они пока не понимают еще прелести. Какой-то плюс. Да, да. Сергей Николаевич, мы с вами огромный круг вопросов обозначили для обсуждения, но, к сожалению, время программы истекает, и я так полагаю, что ровно через месяц, когда будет следующая региональная неделя, вы приедете к нам, возможно, эти вопросы будут приняты и во втором, и в окончательных, сегодня я предлагаю поставить точку. Значит, следующий приезд я планирую посетить как одно из населенных пунктов. Так что обязательно встретимся еще раз. Спасибо вам, Сергей Николаевич. Это была программа «Актуальное интервью». Всего доброго и увидимся.